Тебе, наверное, не терпится Узнать, о чём пойдёт разговор О вещах, которые нас окружают О том, как их изобрели, то есть придумали Мы смотримся в зеркало, зажигаем огонь от спички Едим вилкой и ложкой Мы привыкли к этим простым вещам И не задумываемся над тем, как люди могли обходиться без них А в самом деле как? Как обходились раньше без утюга, иголки, ножниц? Всегда ли эти и другие привычные для нас вещи были такими, как сейчас? Оказывается, не всегда Приручённый огонь Представь себе первобытных людей Они жили в пещерах и не умели добывать огонь За ним охотились Человек подкрадывался к зажжённому молнии дереву И осторожно уносил горящую головёшку От неё разводили костёр А хранители огня днём и ночью следили, чтобы костёр не погас Потом люди научились сами добывать огонь трением Современная спичка тоже зажигается от трения А коробок Добыть огонь просто, но осторожно обращаться с ним умеют ещё не все Дырявое шило Что появилось раньше? Иголка или одежда? Оказывается, можно одежду сшить без иголки Первобытный человек сшивал звериные шкуры, протыкая их рыбьими костями или заострёнными костями животных Так выглядели древние шила Когда же осколками кремня, очень твёрдого камня, в шилах высверлили ушки, получились иглы Через много тысячелетий на смену костяным иголкам пришли бронзовые, потом железные, а на Руси ковали и серебряные иглы Кстати, у обычной иголки ушко с тупого конца, а у машинной – с острого Посредине гвоздик Два конца, два кольца, посредине гвоздик Правильно, ножницы А ведь было время, когда требовалось что-нибудь разрезать, брали нож Ну вот, приблизительно три с половиной тысячи лет назад кто-то соединил ручки двух ножей пружинищим мостиком И получились первые ножницы для стрижки овец А больше тысячи лет назад другой кто-то придумал заменить мостик гвоздиком Старинным ножницам, найденным под Смоленском, около тысячи лет Однако они очень похожи на современные Как баклуши били В древности во время еды пищу брали руками Потом появились первые ложки, делали которые из ракушек, костей, рогов, глины, дерева Так продолжалось много столетий Научились делать ложки из металлов Но чаще всего в разных странах, в том числе и в России, пользовались деревянными ложками Мастерили их так Сначала расщепляли полено на подходящие по размеру заготовки баклуши Бить баклуши считалось простым занятием Ведь вырезать и раскрашивать ложки гораздо сложнее Теперь же так говорят о тех, кто отлынивает от трудной работы Или делает дело кое-как Вилы и вилка Вилку изобрели позднее ложки Почему? Нагадаться нетрудно Суп ладошкой не зачерпнёшь А кусок мяса можно ухватить руками Когда в моду вошли пышные кружевные воротники Они мешали наклонять голову Есть руками стало непросто Вот и появилась вилка Вилку, как и ложку, признали не сразу Уж очень поначалу она была неудобной Всего два длинных зубца на малюсенькой ручке А при чём здесь вилы? Да при том, что, глядя на них, наши предки и додумались до вилки Так что сходство между ними вовсе не случайное И внешнее, и в названии Хлеб из орехов Издавна люди ели кашу Сначала из желудей и лесных орехов Затем из зёрен злаков Еле допохваливали Раз забыли снять её с огня Спохватились, когда каша уже превратилась в твёрдую лепёшку Попробовали? Понравилось Ещё напекли Кашу для лепёшек стали готовить по особым рецептам И назвали тестом Здесь не обошлось без приключений Это произошло 4-5 тысяч лет назад Тесто случайно скисло Поднялось в горшке пышной шапкой Лепёшка на этот раз получилась Особенно мягкой и вкусной Настоящий хлеб С тех пор тесто стали заквашивать Сперва зерно толкли в ступах Или растирали между двумя камнями Со временем камни заменили жерновами Которые крутила ходившая по кругу лошадь Появились водяные ветряные и паровые мельницы И, наконец, современные Электрические С чугунными волками вместо жерновов Электрическая мельница Только другой конструкции И совсем маленькая Наверное, есть и у тебя дома Это кофемолка Сейчас хлеб пекут из пшеничной и ржаной муки Известный советский учёный Иван Владимирович Мичурин Считал, что хлеб будущего Опять станут готовить из орехов Ведь они гораздо питательнее Ржи и пшеницы Каменный мед За сладостями Прежде ходили не в магазин, а в лес Здесь искали плоды, ягоды и мёд Собранный дикими пчёлами Мёд был главным лакомством А египтяне, например, лечили им разные болезни Когда в Индии научились варить из тростника сахар Его также стали называть мёдом Но в отличие от натурального, жидкого мёда Каменным Давным-давно сахар Тоже принимали Как лекарство Во всяком случае На Руси его сначала продавали в аптеках Так же, как и чай Секретное мороженое Старинные рукописи рассказывают Что древнегреческому полководцу Александру Македонскому Подавали на десерт смешанные со льдом и снегом фрукты и соки На Руси по праздникам рядом с блинами На стол ставили блюда с замороженным мелко настроганным молоком Подслащённым мёдом В старину в некоторых странах рецепты холодного лакомства хранились втайне За их разглашение придворным поварам грозила смертная казнь Да и приготовить мороженое было нелегко, особенно летом Ко двору Александра Македонского лёд и снег привозили с гор Позднее льдом начали торговать Да ещё как! К берегам жарких стран спешили корабли С прозрачными глыбами в трюмах Так продолжалось до тех пор, пока не появились лёдоделательные машины, холодильники Сегодня мороженое продаётся везде Фруктовое, ягодное, молочное, сливочное И оно доступно всем От бусинки до окна Если посыпать глиняную посуду песком и золой, а потом обжечь На ней образуется красивая блестящая корочка – глазурь Этот секрет знали уже первобытные гончары Один древний мастер решил слепить что-нибудь из глазури То есть из песка, из золы, без глины Он насыпал смесь в горшок Расплавил на огне и выхватил палочкой горячую вязкую каплю Капля упала на камень и застыла Получилась бусинка А сделана она была из самого настоящего стекла Только не прозрачного Стекло так понравилось людям, что стало цениться дороже золота и драгоценных камней Стекло, пропускающее свет, изобрели много лет спустя Ещё позже его вставили в окна И здесь оно оказалось весьма кстати Ведь когда не было стекла, окна затягивали бычьим пузырём Пропитанным воском полотном, промасленной бумагой Наиболее подходящей считалась слюда Лучшую слюду для окон издавна добывали в России Иностранцы с восхищением рассказывали о каменном хрустале Который гибок, как бумага, и не ломается Зеркало или жизнь Герой старинной сказки случайно наелся волшебных ягод И хотел запить их водой из родника Взглянул на своё отражение в воде и ахнул У него выросли ослинные уши Спокойная поверхность воды действительно нередко служила человеку зеркалом Но тихую речную заводь или даже лужу в дом не возьмёшь Пришлось придумать твёрдые зеркала Из полированного камня или из гладких металлических пластинок Эти пластинки иногда прикрывали стеклом Чтобы они не темнели на воздухе А потом, наоборот, научились покрывать стекло Тонкой металлической плёнкой Произошло это в итальянском городе Венеции Венецианские купцы торговались стеклянными зеркалами Втридорога Делали их на острове Мурана Как? Долгое время это было тайной Несколько мастеров поделились своими секретами с французами И за это поплатились жизнью На Руси тоже пользовались металлическими зеркалами Из бронзы, серебра и булатной стали Потом появились стеклянные зеркала Около трёхсот лет назад Пётр Первый распорядился построить в Киеве зеркальные заводы Зачем нужны пуговицы? В старину одежду зашнуровывали словно ботинки Или завязывали тесёмками Иногда одежду скрепляли запонками из деревянных палочек Пуговицами пользовались как украшением Ювелиры делали их с драгоценных камней Серебра, золото покрывали замысловатыми узорами Когда драгоценные пуговицы стали использовать как застёжки Некоторые люди выступили против Считали это непозволительной роскошью А знатности и достатки человека судили по количеству пуговиц Вот почему на богатых старинных одеждах Их зачастую много больше, чем петель Электрический утюг знаком всем А пока люди не научились пользоваться электричеством Какие были утюги? Сначала никаких Гладили холодным способом Мокрую материю перед сушкой Старательно расправляли и растягивали Грубые ткани наматывали на валёк И водили по нему рифлёной доской, рубелем Но вот появились утюги Каких только среди них не было Наплитные, нагревающиеся прямо на огне Угольные, с поддувалами, а то и с трубой Похожие на печки В них тлели горячие угли В газовом утюге горел газ Из прикреплённого сзади баллончика А в керосиновом – керосин Но электрический утюг оказался лучше всех Со временем он обзавёлся устройством для регулирования температуры, Увлажнителем Утюги-то разные, а принцип действия у них одинаковый Сначала нагрей, потом гладь Перед тем, как перешагнуть порог своей квартиры, ты нажимаешь на кнопку Раздаётся звонок, и мама спешит отворить дверь Впервые электрическая трель возвестила о приходе гостя во Франции До этого все механические звонки примерно такие же были, как на современных велосипедах Такие звонки иногда можно увидеть в домах и сегодня, как напоминание о временах, когда электричеством пользовались не везде Но были ещё и колокольцы Чтобы они зазвучали, дёргали за ручку вниз Такие ручки вместо кнопок Поначалу делали и у электрических звонков, по привычке Ну а до появления колокольцев и звонков в дверь стучали прикреплёнными снаружи металлическими кольцами или молоточками Видно, кулаком удавалось достучаться не всегда Не лает, не кусает Первым замкам ключ был не нужен Двери не запирали, а завязывали верёвкой Чтобы их не открыли чужие, каждый хозяин старался затянуть узел похитрее До наших дней дошла легенда о Гордиевом узле Этот узел не удавалось развязать никому, пока Александр Македонский не разрубил его мечом Тем же самым способом стали разделываться с верёвочными запорами и злоумышленники Труднее было отпереть живые замки Попробуй-ка поспорь с хорошо обученной сторожевой собакой А один древний властитель велел сделать на дворе бассейн с островками Богатство сложили на островке Воду пустили, зубастых крокодилов Лаять они, правда, не умели Ну а чтоб не разучили кусаться, их держали впроголодь К нынешнему времени замков и ключей придумано множество Есть и такой, что отпирается пальцем Не удивляйся, это самый надёжный замок Ведь узор на коже кончиков пальца ни у кого не повторяется Поэтому специальное устройство безошибочно отличает палец Хозяина от чужого И отпереть такой замок может только лишь тот, кто его запер Итак, ты познакомился с историей простых вещей А если заглянуть в будущее, останутся ли эти вещи Такими же, когда ты вырастешь? Не обязательно, ведь, например, уже теперь вместо спичек на кухне Всё чаще используются электрической зажигалкой А для электроплиты и зажигалка не нужна Люди продолжают изобретать И в истории вещей появляются новые увлекательные страницы Но какими они будут, заранее угадать трудно Призывая школа с созданиями Эксперсик, друзья, у вас есть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok